Привет! Мы с вами находимся недалеко от Кольцевой дороги на севере Москвы, в Левобережном районе. И здесь от Ленинградского шоссе до Левобережной улицы проходит прибрежный проезд. Двухстороннее движение автомобильного транспорта по одной или двум полосам в каждом направлении. Длина его составляет около одного километра. До 1160 года здесь находилась Подмосковье. Была деревня Кимки, находилась Подмосковная. И после того, как деревня Кимка была планировка, были деревянные дома со своими присадебными хозяйствами. То есть все как деревня было. Естественно, этой застройки, которую мы видим сейчас, тут не было. И потом, после того, как эта местность вошла в состав Москвы, деревню Кимку снесли в свое строение и проложили этот проезд. В начале 1360-х годов. И сначала он никак не назывался, был просто обычным безымянным проездом, номерным проектированным проездом. И в 1360-х годах его назвали прибрежным, потому что он идет вдоль берега канала имени Москвы. Ну и, собственно, весь этот проезд можно раздеть на две зоны. Это жилищно-социальная зона, обычные жилые дома, такой жилой квартал на окраине Москвы. И, собственно говоря, зона отдыха около канала имени Москвы. Вот две зоны. Ну, жилых домов здесь довольно много. И это восьмиэтажный один дом построен, по номерам 8, построен в 1364 году. Остальные дома более высотные, 12, 14 и 16 этажные, построенные в 70-80 годе. Ну, то есть с 371 до 380 года. Вот в этот диапазон тут всю застройку проведено. Ну и, собственно, сносить тут нечего, поэтому в программу реновации этот проезд не попадает, естественно. Дома тут высотные, да и застройка довольно плотная. Так что особенно строить негде. Ну, раз уж тут только прямо на канале Москвы, но я думаю, что все-таки вряд ли уж там будут строить. По крайней мере, в ближайшее время. Ну, если уж совсем, прям все плохо будет, ну, тогда можно. Вот, ну, помимо жилых домов, также здесь находится недостроенный фитнес-центр Эйс-класс, по-другому 1. Раньше на месте футбольного поля его начали строить, но вроде так пока и не достроили. Также детский сад и школа. Ну, типичные такие здания. В общем-то, ну, правда, школа, она советская мемпостройка, а детский сад был построен в 2011 году. Также есть и гаражи, автосервис, но это, в общем, как правило, на улицах бывает понятно. Но самое главное, здесь это зона отдыха у канала имени Москвы с газонными, пешеходными дорожками, детским городком и пляжем его бережной. Здесь можно купаться. Так что многие жители купаются, то есть здесь настоящая такая, не просто позагорать, да, или там, так сказать, посидеть, а на берегу. Нет, здесь можно купаться, и советские времена еще купаются, и здесь летом просто все засеяно телами отдыхающих и купающихся. Вот, так что все время купаются. Ну, вот можно приехать покупаться и отдохнуть, как раз на канале Москвы, здесь очень хорошие виды, с моста открываются через Москва и Калининградского шоссе, ну и вообще просто можно отдохнуть. Это самое главное здесь, конечно. Все остальное, естественно, интересно не представляется, потому что, ну, стандартные советские дома, такие социальные объекты, вот, ничего интересного. Кстати, интересный и красивый вид, как власти на противоположный берег, где находится город Кимки, там тоже пляжи находятся, парк, по-моему, Льва Толстого. Вот, ну ладно, эта улица довольно сильно удалена от станции метро, выше, так, на автобусе, отречной метровочный вокзал, автобус номер 173. Приятных прогулок и до новых встреч на улицах Москвы.